МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десять дней назад дворец спорта начал преображаться. Он сбросил в себя вот это некое такое спортивное начало. Начали появляться первые машины, разгружать, работы, работы. Заполнение, заполнение. Оказалось, ну просто это невозможно будет разместить на этой территории. Все получилось. Получилось благодаря слаженной работе организаторов и финансовой помощи правительства региона. 9 миллионов рублей выделили из бюджета, миллион гран-губернаторов в сфере культуры, 400 тысяч средствами ценатов. Я очень рада за жителей нашего города, потому что в течение трех недель бесплатно, без выходных, без обеда нас будут здесь принимать столько раз, сколько нам захочется сюда прийти и посмотреть. А мы прекрасно понимаем, что посмотреть всю выставку за один раз просто невозможно. Ленточка разрезана, посетители рекой полились на просмотр. А посмотреть есть на что. Это подчеркнул и Андрей Ковальчук, председатель Союза художников России, который специально приехал в Барнаул. Здесь, вот сейчас, на выставке, я увидел целый ряд таких откровений, откровений в искусстве. Это и уже зрелые художники, известные. Это и молодые художники, которые только начинают свой путь и ищут то, о чем сказать, как сказать. Вот, это интересно. Кстати, многие из тех, кто пришел сегодня на выставку, бывали и на той, которая проходила в Барнауле в 80-м году прошлого века. Я помню ту выставку, Сибирь социалистическая. Я тогда впервые восторгом увидела, что у нас есть люди безумно талантливые, люди, которые умеют видеть. Можно и с уважением относиться к авангардистам, и к людям, которые по-другому видят мир. Но чистые краски и большие красивые просторы – это замечательно. Поэтому для нас это большое событие. Мне очень нравится живопись, мне очень нравится картина с очень интересным, так сказать, подходом к исполнению. А еще очень нравятся резьба по дереву и всякие скульптуры. А что ты для себя там подчеркнул? Техники. Техники потом. Как художнику очень интересно посмотреть, как рисуют другие люди. Председатель Барнаусской городской думы тоже помнит прошлую выставку 80-го года. Была на ней еще студентка Института культуры. Уверена, что Сибирь-13 – это тоже некий шок для посетителей и возможность чему-то научиться, для молодежи. Выставка имеет еще и образовательное значение. Особо радует, что будут проведены мастер-классы, лекции, будут проведены практикумы. Очень важно общение с мастером. Мы всегда завидовали столичным вузам, у которых есть возможность прийти в мастерскую Церетели, Зураба Церетели, и посмотреть, как работают. И вот то, что сегодня правительство края, губернатор Виктор Петрович Томенко, министерство культуры нашли вот такую возможность и подарили нашей молодежи возможность встречи с настоящими художниками, поработать с мастерами – это много значит. Всего зрители смогут увидеть более полутора тысяч работ этой живописи, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Понравилось вообще. Тоже я видела икону. Я учила это в Институте Челевенской, Институте культуры. Это очень интересный. Ну, конечно, интересно. Я в последний раз был давненько на выставке зональной в Новосибирске. Я уж не знаю, сколько лет прошло, 15, что ли. Я вот не считаю как-то, ну, давно. Но тут-то в Барнауле-то не было 40 лет. Я исповедую реалистические принципы. Да, да. И я вот верен. Но я с удовольствием смотрю все направления. Вот все мне интересно. Интересно. И всего делаю для себя выводы. На выставке представлена одна работа Евгения Югаткина. Всего здесь 112 наших авторов. Кстати, лучшие работы «Сибирь-13» отберут для участия во всероссийской выставке. И процесс отбора уже идет. А еще по итогу будет создан шикарный альбом выставочных работ. Остается напомнить, что работать «Сибирь-13» будет до 29 июля. Вход свободный. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.